Вот она моя красавица. Кстати, изуродована немножко, но ничего, пытается расти, выжить. Ивану Булатову в роще знакомо каждое дерево, а более полувека назад мужчина помогал высаживать березы. Не так давно и дубы. Около двухсот молодых деревьев успешно прижились. А недавно активист узнал, что в березовой роще могут построить храм. С момента, как установили закладной камень, у Ивана Булатова сердце болит. Церковь построят, нужны подъездные пути, нужны подводка коммуникации. Все это потребует вырубки деревьев. Это зона отдыха, это защитная зона ветров от хромпика и сумза. С психологической точки зрения это преступление вырубить рощу. Иван Булатов и еще несколько активистов решили отстоять рощу. Собирают подписи против строительства. Одно из первых требований поддержала Нина Солдатова. Она считает рощу одной из достопримечательностей Первоуральска. Зачем это портить, зеленую рощу? Это же очень, ну как варварство считается. Зачем? Здесь вообще надо, ничего нельзя строить. Почему? Так зачем она рощу эту всю березу спилит и что будет? Священник Иоанн Парамонов спешит развеять опасения. Настоятель будущего храма обещает, березовой роще ничего не угрожает. Наоборот, в проект собираются включить и благоустройство прилегающей территории. Проект храма очень хорошо вписался на то место, где он будет находиться. Ни одно дерево при строительстве не пострадает. Если это роща, то здесь, конечно же, будут детские площадки. Эта территория будет естественным образом, определенным образом освещена. То есть будет освещение, будут соответствующие дорожки, газоны. Храм в честь святого врача Евгения Боткина, предполагается, будет сравнительно небольшим. В нем смогут разместиться до 100 человек. По официальным данным Росреестра, под строительство выделен земельный участок площадью 1400 квадратных метров. Пользователем значится местная религиозная организация. Но мало кто знает, что существует второй участок и тоже в Березовой роще. Он куда крупнее первого. И второй земельный участок площадью более 5000 квадратных метров. Разрешено использование для размещения в складских помещений. По документам тоже религиозное использование. Но согласно данным управления Росреестра, права на второй земельный участок оформлены не были. И, соответственно, он в настоящий момент является ничейным. По данным администрации, пока на второй участок никто не претендует. Попытаться разобраться в этом неоднозначном деле готов общественник Андрей Волигов. Он специально приехал в Первоуральск. И не понимает, почему чиновники до сих пор не расставили все точки над «и». Администрация, я считаю, должна выйти на контакт с населением, провести какие-то общественные слушания, ответить на все вопросы исчерпывающие, чтобы не возникало никаких протестных движений, чтобы жители четко понимали, что здесь хотят, насколько здесь будет сохранено каждое дерево. Общественник собирается взять этот вопрос на личный контроль. Если в ходе проверки увидит нарушение, обещает, напишет жалобу в областную прокуратуру. Местные активисты тоже не намерены сидеть сложа руки. Собранные подписи они передадут в надзорные органы и Городскую думу.